6 сентября 2024 года стартовало самое главное политическое событие осени в Вологодской области. 6, 7 и 8 сентября жители Вологодщины будут определять кандидатуру человека, который возглавит регион в ближайшие годы. Ровно в 8 утра открылись двери 49 постоянных и одного временного избирательного участка, как в городе, так и в территориальных отделах. Члены избирательных комиссий приготовились к встрече первых избирателей. У нас на сегодняшний день 315 избирателей на утро. Из них выбыло 31 избиратель и изъявили желание голосовать дистанционно. Два избирателя переписались на другие участки и пять избирателей переписалось к нам по мобильному избирателю. Готовы к выборам, будем работать. Ждать членам избирательной комиссии участка номер 126 пришлось недолго. Одним из первых проголосовавших стал глава муниципалитета. Иван Алексеевич, как и все сознательные устюжения, выразил свою гражданскую позицию. Это долг каждого гражданина считает глава округа. Не за кого мы голосуем, а за что мы голосуем. Вот мы за эту перспективу, за перспективу Вологодской области, за перспективу нашего округа мы сегодня и голосуем. И каждый гражданин, каждый наш житель голосует именно за это. У нас есть много вопросов, мы их должны решить. И я уверен, что вместе мы все эти проблемы и перспективы реализуем. Активно голосовали в Великому Стюге, в том числе и на самом большом избирательном участке города, 101-м по адресу Кузнецова, 22. За ним закреплено более двух тысяч устюжан. И немалая их часть уже успела оставить свой голос за своего кандидата в первой половине первого дня голосования. На данный момент пока 15% есть уже, что люди потихоньку продвигаются, идут семьями, идут молодые впервые голосующие, есть пожилой возраст, ну возраста все. По словам членов избирательной комиссии, в среднем каждые полторы минуты на участок приходил новый избиратель. Это хороший уровень для Великого Стюга. Многие голосующие ходят на каждые выборы. Это стало своеобразной традицией. Я сразу решил на выборы идти проголосовать. Это уж наш гражданский долг. Так что здесь все годы как бы ни разу не пропустил. А почему? А иначе как мы можем работать, если не окажем доверие тому, кого выбираем? Пришла отдать свой голос за то, чтобы мы, люди, устюжане, жили по-человечески, по-доброму относились друг к другу и к тем, кто стоит у власти. А те, кто стоят у власти, люди, относились с добром, с любовью ко всему населению, любого населенного пункта. Вообще 2024 год стал революционным для Вологодчины. Это уже второе голосование, где активно используются компьютерные технологии, дистанционное электронное голосование. Можно будет проголосовать на дому, необходимо подать заявление до 2 часов, 14.00, 8 сентября. А проголосовать то, что мы говорили по ДЭГу и по мобильному избирателю, возможно, тем людям, которые подали необходимые заявления до 2 сентября. Поэтому они могут определиться и в любое удобное время по ДЭГу проголосовать. Мобильный избиратель, соответственно, можно прийти на свою участковую избирательную комиссию, там, где человек перекрепился, и проголосовать. Кого жители Вологодской области в целом и Устюжане в частности хотят видеть руководителям региона, станет ясно через два дня. По состоянию на 15 часов первого дня голосования по Вологодской области явка составила чуть более 17,25%. Проголосовали 153 693 избирателя с учетом системы ДЭГ. Степан Кришановский, Вячеслав Голиков, Телеканал «Русский Север».